В Самаре специалисты продолжают проводить ремонтно-профилактические работы с кратковременным отключением холодной воды. Так, в понедельник 5 августа в батальонном переулке планируют заменить участок трубы и пожарный гидран. Для этого на весь день холодную воду отключат в некоторых домах по улицам Гагарина энтузиастов батальонный переулок. Бойлер будет находиться по адресу Гагарина 103. В четверг 8 августа на улице Алма-Атинской заменят запорную арматуру диаметром 300 и 400 миллиметров. Для этого подачу холодной воды ограничат с 9 утра 8 августа до 2 ночи 9 августа в домах по улицам Алма-Атинская, проспект Карла Маркса, Черемшанская. В пятницу 9 августа заменят задвижки диаметром 150 миллиметров и пожарный гидрант на улице Санфировой. Для проведения работы ресурс ограничат с 10 до 14.00 по проспекту Карла Маркса и Санфировой. Бойлер установят по адресам проспект Карла Маркса 223 и 231А. 25-летний защитник Гадой Круз Томас Галдамес заключил договор с крыльями Советов до конца сезона 2026-27. Чилийский футболист начал карьеру в клубе «Унион Испаньола», где провел 101 матч, забил 4 гола и совершил 3 голевых передачи. В начале 2023 года подписал контракт с аргентинским Гадой Круз. За 50 матчей он забил 2 гола и отдал 5 результативных передач. Томас также дебютировал за сборную Чили на недавнем Кубке Америки. В Рео губернатор встретился с жителями Чапаевска. Горожане озвучили вопросы, которые их волнуют. Работа общественного транспорта, отсутствие загородного парка, нехватка узких специалистов в сфере здравоохранения и ЖКХ. На встрече жители Чапаевска отметили и необходимость оздоровления озера Ильмень. Глава региона взял вопрос на личный контроль и подчеркнул, что в следующем году начнутся работы по расчистке озера. Также жители города обеспокоены качеством питьевой воды. По решению главы региона в ближайшее время начнется проектирование новой системы водоснабжения. Уроженка Жигулевска Диана Шнайдер завоевала серебряную медаль в парном разряде по теннису на Олимпийских играх в Париже. Это первая медаль России в летних играх. Диана выступила вместе со спортсменкой из Красноярской Мирой Андреевой. Отметим, что Шнайдер – одна из 15 допущенных к соревнованиям россиян. Чашка чая или кофе, проверка электронной почты и разминка. Стало известно, как российские офисные работники начинают свое утро. Чаще всего россияне начинают утро с чашки кофе – 28%. Каждый девятый – с просмотра почты, а каждый одиннадцатый – с чашки чая. Проверяют планировщик задач 7% респондентов, 5% смотрят сообщения в рабочих чатах и еще 4% участников сидят на планерке, сообщил сервис по поиску высокооплачиваемой работы. Россиянам рассказали, как справиться с бессонницей и нормальной двигательной активностью в дневное время для взрослого человека – 10 тысяч шагов. Этот минимум приводит к нормализации сна и ускорению засыпания. Человеку, ведущему малоподвижный образ жизни, будет труднее засыпать, рассказали неврологи. Еще одной причиной такой проблемы может стать несоблюдение биологических ритмов, связанных со сменой дня и ночи. Чтобы это исправить, необходимо ложиться и вставать в одно время. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова